друзья всем привет преддверии летнего сезона решили поднять тему которая сейчас уже значит становится актуальной к нам обращаются клиенты с выбором квадроцикла в преддверии 23 февраля а также уже преддверии летнего сезона все знают прекрасно понимает как только начинает таять снег техника летнего сегмента мотоцикл и квадроциклы сразу же становятся в ценнике значительно дороже как правило на 10-15 раз и на 20 процентов это ситуация при которой как бы в зимний период на летнюю технику цена дешевле поэтому сейчас многие клиенты как раз стараются успеть купить до сезонного повышения цен и мы хотим сейчас постараться коротко вам рассказать о том как выбрать квадроцикл какой квадроцикл выбрать какой выбрать квадроцикл для ребенка какой выбрать квадроцикл для подростка ну и какой выбрать квадроцикл для семейного отдыха там для семьи для взрослого и так далее у нас сейчас как раз представлены и квадроциклы достаточно много и во всех этих сегментах они хорошо у нас представлены мы сейчас по всем сегментам этим пройдемся и так давайте начнем с самых малышей самые маленькие квадроциклы это квадроциклы двухтактные либо электрические очень часто у производителя они имеют одинаковую раму вот например данный квадроцикл двухтактных двухтактный квадроцикл достаточно маленький мы рекомендуем такие квадрики для детей от 3 до 5 лет понятно что разные дети бывают кто-то росли кто-то поменьше но нужно мериться но в целом примерно такая градация происходит двухтактные двигатели очень легкие двухтактные я имею до квадроциклы очень легкие они легко вмещаются практически в любой автомобиль загружаются в одним человеком выгружаются с точки зрения эксплуатации достаточно простые но давайте будем честными они одни из самых геморройных двухтактный двигатель сам по себе требует во первых уже смесь бензина с маслом во вторых ресурс этих двигателей небольшой он ходит два-три сезона потом требует либо капитального ремонта а чаще всего его узловая замена стоит он недорого там не знаю 7 плюс минус тысяч наверное но в общем такие нюансы у них есть конечно же рама достаточно легкая простая сечение трубы небольшое подвеска сделана аналогичным образом то есть с точки зрения качества и долгой жизни этого квадроцикла он наверно занимает самую низшую ступень поэтому вот но мы честно как бы когда продаем такие маленькие двухтактные двигателя мы говорим что нужно сразу же понимаете быть готовым к тому что он требует достаточно большого внимания если вы там сильно пошмыргаете ручным запуском вы можете его поломать потому что у него корпус пластиковый есть с электро запусками но ресурс у них не очень большой поэтому если честно я вот на самом деле когда клиенты у нас просят у меня по крайней мере просят квадроцикл им рассказать про двухтактных я их стараюсь все-таки сориентировать больше на модели чуть побольше но 4 так на это уже надежные машины и так вернемся к малышам есть еще точно такие же варианты но на электро двигателях на электро двигателях рассматриваются они в основном клиентами когда клиент хочет купить квадроцикл который не шумит некоторые маленькие детки могут этого бояться и с точки зрения там каких-то экономий я вам скажу честно что экономии между двухтактным двигателем электро практически никакой нет во первых у всех производителей по электро квадроциклам параметры завышены сто процентов если вам говорят что он заряжается два часа и его хватает на час езды то я вас уверяю его в этом случае значит будет хватать на 30 минут и заряжаться он будет пять часов а как правило так и происходит заряжаются они 5 8 часов и хватает их на 30 на час примерно так то есть недостаточно как бы ну я вот сюда привожу пример как собственно тоже являясь отцом представьте вы взяли деток несколько на дачу они хотят у вас покататься они все в очереди у них там куча адреналина и он садится то есть понимаете это это жуткая ситуация при которой будет много очень дискомфорта и дети останутся очень недовольны когда он сядет а он сядет на сядет самое неподходящее время он сядет это далеко либо очень быстро и ребенок из этого будет плакать поэтому я на самом деле к ним тоже скептически настроен и очень скептически отношусь к электро квадроцикла на сегодняшний день они еще не имеют таких технических параметров при которых там ребенок может довольно кататься на нем поэтому если уж выбирать между электро то конечно же лучше рекомендую вам 2 так не 2 так не по крайней мере не устает у него аккумулятор не садится он будет ездить столько сколько вы будете заливать бензина и еще нюанс если у этого к аккумуляторного квадроцикла вы не будете заряжать аккумулятор постоянно ну как правило это происходит зимний период когда он стоит гараже у вас аккумулятор умирает и аккумулятор стоит очень серьезных денег как правило где-то 30-40 процентов от стоимости самого квадроцикла поэтому практичность аккумуляторных моделей пока вызывает но у меня лично тоже сомнение не знаю вы можете с этим не согласиться далее переходим к небольшие небольшим вариантом но уже четырехтактным квадроциклом вот на примере таких моделей это 110 кубиков очень практичный аппарат для детей от 5 там до 8 лет четырехтактный двигатель очень надежный электро запуск у данной модели есть все степени родительского контроля они присутствуют кстати на всех квадроциклах на всех квадроциклах вот покажем есть возможность регулировки хода дроссельной заслонки то есть вот такие болтики есть абсолютно на всех квадроциклах его закручивая до конца вы ограничиваете ход дроссельной заслонки тем самым ваш ребенок сильно не едет на всех квадроциклах есть чека аварийной остановки которая одевается вот таким вот образом на руку вот если вы выпадаете чека отрывается и квадроцикл глохнет также на многих моделях реализован еще дистанционный родительский контроль то есть есть сигнализация которая позволяет вам дистанционно завести либо заглушить квадроцикл это на самом деле тоже очень удобно вот модель завелась то есть вы можете где-то находиться наблюдать за своим ребенком и дистанционно при необходимости заглушить двигатель либо его завести что еще очень удобно почти на всех четырехтактных моделях реализована задняя скорость то есть ребенок может включить переднюю нейтраль и заднюю скорость это тоже удобно потому что если ребенок где-нибудь забуксует в ямку упадет то есть вам не нужно будет бежать там доставать квадроцикл его разворачивать и ехать не покупайте квадроцикла без задней скорости это очень непрактично вы потом очень сильно пожалеете ее можно установить но это требует дополнительных серьезных вложений квадроциклы четырехтактные в отличие от двухтактных имеют ряд преимуществ работают значительно тише ресурс двигателя в 3 в 5 раз больше потребляет масло без смеси с ой извините бензин без смеси масс с маслом ну и ресурс конечно намного дольше и с точки зрения обслуживания ремонта намного комфортней силь усиленная рама например вот эта модель легко выдерживает там нагрузку 50 60 килограмм и отлично подойдет для детей 68 лет еще как раз когда выбираете квадроцикл подойди сюда поближе на примере данной модели обращайте внимание на то какая у него система торможения ну то есть тормоз какой гидравлический гидравлический тормоз в нем с чем плюс нажимается очень легко детки у них ручки еще не такие мощные там не знаю как у нас да поэтому ему очень сложно будет нажимать вот такой вот например механический тормоз он реально мне сейчас его сложно очень нажимать это значительное усилие нужно предполагать предпринимать чтобы его поражать поэтому какая система тормозов на квадроцикле это очень важно выбираете всегда с гидравликой что касаемо визуального оформления конечно более практичное вот такой вот например пластик либо такой пластик почему потому что грязь а вот колес не будет лететь в ребенка вот на примере такой пластику не очень практично смотрится симпатично но не очень практично с точки зрения того что грязь будет лететь на ребенка электрозапуск он присутствует абсолютно на всех четырехтактных моделях четырехтактных моделей для детей без электрозапуска практически не бывает поэтому здесь можете не заморачиваться любой квадроцикл практически имеет электрозапуск прибывали квадроцикла основные параметры на которые вы будете обращать внимание на это конечно первую очередь там дизайн он вам должен нравиться он должен нравиться ребенку цвет должен быть там для мальчика мальчиковый для девочки девочки для как как для девочки это первый момент но что касаемо технической точки то мужикам нужно обращать внимание на что первое смотрите какая рама какое сечение трубы рамы усиленные неусиленные наличие уголков усиления мы сейчас сравним несколько моделей вы поймете о чем идет речь ну к примеру вот подойди сюда вот на примере этих квадроциклов давайте сравним раму рама здесь подвеска видите здесь рычаги сделаны без возможности шприцевания то есть вы не можете здесь смазать соленблоки здесь например рычаг сделан без возможности отдельные замены шаровых это тоже не очень удобно если выйдет из строя шаровая либо соленблок вам придется менять весь рычаг вот давайте сравним с этой моделью к примеру шаровая меняется отдельно снизу и сверху соленблоки сделаны вот таким вот образом и они легко шприцуются конечно же здесь подвеска сделана более практично сечение трубы как я вам уже поговорил ну то есть рама еще зависит от геометрии как она сделана от наличия собственно вот этих вот узлов что связано с подвеской подвеска в основном что что у него ломается в первую очередь это узлы которые испытывают нагрузки это как раз вот эти рычаги амортизаторы задний маятник кстати когда выбираете тоже вот обратите внимание на задний маятник вот сейчас мы сравним модель эту и на этой модели давайте мы сравним тоже занимает тормоза задний маятник это тоже как раз узел который испытывает основные нагрузки ну вот можно посмотреть какое здесь сечение трубы как сделан принципе задний маятник сделан достаточно хорошо и надежно и давайте посмотрим какое здесь но здесь видите маятник явно значительно более толстый труба мощная ну он тут прям как бы даже не буду вам ничего рассказывать и сами визуально видите что маятник здесь значительно более крепкий чем у данной модели поэтому здесь конечно он нагрузки будет испытывать переносить нагрузки намного более серьезные чем на предыдущей модели итак давайте закончим по данной модели модель 110 кубиков они бывают семидесятки сто десятки четырех такник для детей там от пяти до восьми лет очень хороший вариант очень хороший вариант я не говорю конкретно про бренд и сейчас говорю про сам формат квадроцикла брендов бывает очень много по сути все практически без везут их так или иначе с китая отличаются они дизайном качеством двигателя качество компонентов так далее так далее то есть каждый производитель по-своему как-то компонует квадроциклы поэтому я вам сейчас не акцентирую ни в коем случае про бренды я вам говорю о том как вы сами обратившись любой салон где продают квадроциклы можете сами оценить насколько та или иная техника качественная ну и самый один из самых популярных сегментов квадроциклов это квадрики 125 плюс-минус кубиков которые уже идут для детей от восьми там вот и наверно до 12 лет я бы так сказал они хорошо подходят к этой возрастной категории подростков и одни из самых популярных ну что в этом как бы возрасте ребенок уже адекватный он понимает что он делает дети ведут себя очень как бы ну осознавая что кого как не хватает сил для того чтобы управлять такой техникой и квадроциклами в итоге что на что обратить внимание при выборе такого квадроцикла первое смотрите какой двигатель двигатель производства зонгшин если у них zs в начале либо lf это лифан в аббревиатуре в модели двигателя указано это значит круто все остальные двигатели они тоже неплохие как правило на сегодняшний день китайские двигателя делают очень неплохо но зонгшин лифан это конечно топ смотрите какой карбюратор какой-нибудь микуни нуби кейхин японские карбы это круто это значит он не будет чихать плевать там пердеть я извиняюсь будет заводиться хорошо и не будет вам делать голову смотрите какая система выхлопа но это не в основном будет только на звук его влиять на все остальные технические параметры влиять не будет желательно конечно обращать внимание на то какие звезды и цепи это расходный материал они стоят копейки но если в стоке стоит усиленные звезды и цепи это как бы дополнительный плюс для того чтобы выбрать данную модель ну и с точки зрения практичности вот на примере этой модели как видите она выглядит очень неплохо но пластик практически открывает все колеса конечно же грязь на этой модели будет лететь на ребенка вот эта модель она больше защищает ребенка от грязи но это более спортивный вид нет как бы вот с этой точки зрения такой дизайн нравится наличие панель управления вот здесь вот она максимально информативно панель управления да она показывает там объем топливного бака скорость мощность включения света и так далее здесь например этой панели вообще нет но здесь есть датчик моточасов который собственно позволяет вам отслеживать сколько моточасов проработал двигателя когда нужно провести замену масла и ту система тормозов это очень важный я вам уже объяснял как это то есть выбирайте конечно же с гидравлика это стопроцентный вариант нужно выбирать с гидравликой рама смотрите какая рама но рама сложно так оценить но с точки зрения там каких-то таких вот внешних визуальных моментов я думаю что вы можете определить но вот смотрите здесь какой бампер какой бампер здесь до сильный здесь наличие переднего багажника это во-первых практично сюда же что-то можно положить во вторых мне кажется эстетичный дополнительно защищает ребенка светодиодная оптика круто здесь как бы тоже оптика неплохая защита рук это тоже полезная очень опция и сюда можно было бы еще поставить зеркала заднего вида это стоит копейки там 300 500 рублей это можете докупить реализовать сами наличие сигнализации например у данной модели нету сигнализации в этой модели сигнализация с дистанционным запуском и остановка есть это тоже несомненный плюс задние багажники можно посмотреть какие здесь ну и колеса до колеса в данном случае одинаковые отличие только в резине и в их производителе двигатель кстати здесь стоит зон шэнг очень хороший движок здесь неплохие стоят цепи там и так далее амортизаторы амортизаторы тоже не расходный материал они ходят достаточно долго но зависимости от производителя они могут там хорошо отрабатывать дольше ходить и так далее от этого в основном и происходит разница в цене когда человек спрашивает а почему как бы это стоит дешевле чем например этот ну сами понимаете почему подвеска другая дизайн другой пластик другой наличие панели управления но нам очень много отличий которые влияют на цену поэтому при выборе подросткового квадроцикла обращайте внимание на эти моменты далее идет серия квадроциклов которые я бы назвал семейные они хорошо подходят как и для подростка на них легко сможет ездить ребенок там не знаю 8 7 лет подросток уже 13 14 15 лет так и взрослый более того данные как бы варианты квадроциклов они легко везут два взрослых человека легко это квадроциклы на сегодняшний день в россии представлены там буквально с тремя с четырьмя с несколькими модификации двигателей они идут либо на варятой либо не на механике отличаться могут производителем двигателя производителем карбюратора цилиндропрошневой группы наличие дополнительного масляного охлаждения либо его отсутствие то есть такие вот параметры они влияют значительно причем на цену ну что касаемо модели с механической коробкой передач там наличие масляного охлаждения либо воздушного либо водяного охлаждения мощностью карбюратором и так далее так далее так далее много факторов очень влияет на цену но в основном самые популярные конечно вариаторе на вариаторе почему газу еще едет не газуешь не едет на механики берут в основном те которым который уже понимаешь такой квадроцикл которые хотят его чувствовать управлять которые хотят поездить которые хотят поехать которые хотят чувствовать и создавать рывок которым нужно перевозить например грузы хотя вариаторные квадроциклы с этим тоже хорошо справляются вот например модели идут часто уже с фаркопом которым достаточно просто зацепить прицепчики перевозить груза при выборе такой техники На что обращать внимание? Конечно же, также в первую очередь обращать внимание на раму и подвеску. Вот на примере данных всех квадроциклов у всех абсолютно реализованы рычаги с возможностью замены шаровых, с возможностью шприцевать сами рычаги, саленблоки, рулевое управление. То есть все это как бы легко демонтируется, меняется, просмазывается и будет жить однозначно долго. Очень хорошие рамы сделаны, причем рамы с усиленными уголками, поваренные, как бы вопросов нет. Эти квадроциклы сразу видно, что будут держать любой практический вес, причем двух легко взрослых человек. Багажники. Здесь, конечно же, как вы видите, визуально даже модель значительно более дешевле, чем представленные далее, потому что элементарно даже формат реализации багажников, там это сделано эстетично, с пластиковыми накладками, дополнительное освещение и так далее. Гидравлику обязательно, смотрите, чтобы была гидравлика, такие модели бывают на механической системе торможения. Защита рук, зеркала заднего вида. Защита рук обязательно нужна, зеркала, тут уж смотрите по потребности. Я говорю, даже если выбираете модель без зеркал, купить их, установить, они здесь очень легко устанавливаются, никаких проблем нет, они стоят от 300 до 800 рублей комплект. Наличие липоэлемой панели управления. Если здесь панель показывает просто, какая включена скорость передняя, нейтральная, либо задняя, то там вообще просто космос. Там жидкокестрологический монитор показывает все абсолютно. Бак, баки у таких квадроциклов почти у всех одинаковые, в районе 7 литров, плюс-минус. Не буду вдаваться в подробности, этого более чем достаточно, потому что такого рода техника употребляет где-то в районе 3-5 литров на 100 километров. То есть, если хотите даже с собой иметь запас, то пожалуйста, положите сюда канистру, либо реализуйте здесь кофр и прикрепите к нему две пятерочки канистры, вам хватит за глаза. Комфортность размещения, конечно, вот такой богатый квадроцикл, у него прям комфортное очень сидение для водителя, для пассажира, крепление, как бы подножечки для всех, для водителя и пассажира. Здесь, например, реализован еще дополнительно ножной тормоз, здесь только ручной тормоз назад и тормоз вперед. Переключение передач практически у всех реализовано идентично. Конечно же, отличается резина, как правило, у более дорогих моделей более дорогая резина. Все данные модели квадроциклов, почти все, комплектуются десятым диаметром колес. Это максимально практично. Конечно же, более дорогие квадроциклы, как правило, идут с усиленными цепями, с усиленными звездами, с хорошими успокоителями цепей. Вот как я показал, на той модели уже реализован даже фаркоп, вот здесь, например, он не реализован. Ну, вот такие вот нюансы, они тоже имеют место быть и они хорошо и сильно достаточно влияют на цену. Комплектация. Можно купить квадроцикловый ручек, но если даже вы его хотите, вы можете потом реализовать дополнительно. Электрозапуск. Ручной запуск, кстати, вот на таких моделях идет не на всех. Например, на богатых, на дорогих моделях идет дополнительный ручной запуск. На более дешевых вариантах ручного запуска нет. Ручной запуск практичная вещь. Если сядет аккумулятор, то вы всегда сможете его с ручки завести. Но, как правило, такая потребность возникает очень-очень-очень редко. Поэтому наличие ручного запуска безусловный плюс, но его отсутствие не кардинально меняет ситуацию. Гарантия. Как правило, качественные производители дают большую гарантию, там год-два. Производители, которые сомневаются в своем качестве, они стараются либо отбиться от гарантии, либо в пределах трех месяцев ее реализовать и так далее. Что касаемо выбора такого квадроцикла, но обращайте внимание, конечно же, на двигатель, на раму, чтобы была возможность замены всех этих узлов, которые используют основные нагрузки. Чтобы был реализован электроплюс ручной запуск, чтобы была информативная панель, все необходимые защиты. И при необходимости сразу же был установлен для вас фаркоп. По выбору данных моделей, ну, по брендам я не буду говорить ничего. У каждого свое мнение, каждый сталкивался или иначе. Вот, как бы не хочу сейчас рекламировать бренды. Сейчас задача рассказать вам, как вам самостоятельно выбрать квадроцикл. Брендов в России очень много. Большинство из них везут технику с одного и того же китайского завода, грубо говоря, но комплектуют их по-разному. И причем у одного производителя тот же самый квадроцикл может значительно по качеству отличаться от другого производителя, который с того же самого китайского завода привез его, но значительно его удешевил. Поэтому вот здесь вот как бы вам придется самостоятельно контролировать этот процесс. Как это делать? Ну, предварительно я вам рассказал. Если будут какие-то дополнительные вопросы, если что-то не учел, что-то не сказал, обращайтесь. Ну, я, кстати, не заметил вам про лигу полноприводных квадроциклов. В этой лиге в основном у нас в топе играет стелс, потому что самый адекватный ценник, самое адекватное качество и, что очень важно, наличие всех запчастей, это, наверное, только на сегодняшний день у стелса. Рэмка играет, она выступает, конечно, по качеству стелса. Опять же, это мое субъективное мнение. У нее постоянные проблемы с запчастями. С этим, я думаю, что согласятся почти все дилеры. СФ-ка. СФ-ка, безусловно, качественные аппараты. Все их знают во всем мире, но ценник конь. Я уже не рассказываю про какие-нибудь Берпишки, Ямахи и так далее. Там просто ценник космос. Мы даже их сейчас не рассматриваем. Там, если продажи происходят, то они прям точечные. Потому что ценник просто космос. На сегодняшний день вот самые популярные модели вот с этого сегмента. Стоят адекватно, качество очень адекватное на сегодняшний день у китайской техники. И что немаловажно, запчасти. Например, у нас запчасти, ну вот любая запчасть на любую данную технику у нас есть в наличии. Мы стараемся продавать технику только ту, которая в силах обслужить. И с которой у нас, у клиентов, у наших не будет каких-то проблем с расходными материалами или запчастями. Будут еще дополнительные вопросы, пишите. Какие хотите видосы, пишите. Будем стараться их запиливать, снимать. Это был Виталий и компания X-Motors. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok